Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники, посетители канала Иванова Наука. Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами об одной замечательной добавочке, которую вполне можно сделать в любую землю для выращивания рассады. Что нам нужно от земли, в которой мы выращиваем рассаду? На первом этапе, когда мы семена только сеем в землю, нам надо, чтобы у нее была не очень высокая плодородность, не очень высокое содержание там минеральных веществ. Иначе корни могут быть ленивыми, они не будут стремиться за влагой, они не будут стремиться за питанием, они вырастут слабые. По этой причине, вот на этой ранней стадии развития рассады, нам необходимо предпринимать миры, для того, чтобы корневая система была как более мощная. Потому что вершки мы потом азотными подкормками, там всевозможными добавками, даже в лунку там при постоянном месте на место посадки, все это мы сделаем прекрасно. А вот на этой стадии нам необходимо развить мощные корни. Одним из факторов, как я уже сказал, является пониженное содержание минеральных веществ. По этой причине производители зачастую производят достаточно широкий набор различных грунтов. И если у них есть грунт для рассады, то вот стоит посмотреть, что у него поменьше содержание минеральных веществ, чем в грунте универсальном. И это означает, что производитель грамотный. И он грамотно делает свои смеси, ну соответственно регулирует, рекомендует там что-то для своих покупателей. Но есть и другие методы, которые способствуют хорошему развитию корневой системы. Один из методов предполагает, что для корней необходимо создавать препятствия. В этом случае корни будут расти не просто вот так, длинненькие, а они будут вот такие кучерявые. Их площадь, всасывающая питательные вещества и воду, будет гораздо больше. То есть при том же линейном размере общая длина этих корней будет гораздо больше, если они будут собраны вот в такую вот гармошечку, если корни будут кучерявые. Вот для кучерявых корней есть, например, такой способ, как добавление минерального компонента, например, крупнозернистого песка или даже мелкого-мелкого щебня. Для чего? Для того, чтобы корни росли, упирались в эти минеральные частицы и обходили их. И таким образом образовывались бы кучерявые корни. Но я вернусь к нашему недавнему ролику о том, что мы должны быть в ответе за свое сельское хозяйство. И мы должны минимизировать потери азота, которые мы вносим в почву. И вот здесь я вам предлагаю сделать одну добавочку в почву, которая с одной стороны даст вам кучерявые корни, а с другой стороны будет способствовать удержанию азота в почве. Эта добавочка очень простая. Она есть у каждого в доме. Более того, у большинства из вас эта добавочка накапливается, как самые настоящие отходы, то, что вы выбрасываете. Речь у нас сегодня пойдет о ветоши и о всякой вате. Ну вот, котон, то, что называется, хлопок. Любые хлопковые отходы, кусочки ваты, техническая вата, вата там из обивки для двери, которую вы собираетесь выбрасывать, какие-то старые полотенца, наволочки, майки хлопчатобумажные, что угодно. Достаточно все это порезать ножницами до состояния там сантиметр на сантиметр, или нарвать вот такие вот клочочки ватой, и замешать это в землю в объеме примерно, ну, от 10 до 20 процентов. На самом деле, растения могут расти в чистой вате или в чистой ветоши, которая хлопчатобумажная и нарезана на кусочки. Но все-таки она не содержит того объема питательных веществ, которые необходимы растениям. Кроме того, нормальная почва, если она действительно полноценная, в этом активная такая, то она содержит также и объем микробов, которые полезны и которые должны колонизировать корни растений как можно раньше. Поэтому я не рекомендую вам выращивать там в чистой вате или в чистой ветоши, хотя такие практики и техники есть для выращивания рассады, вот растений на ранних стадиях развития. Но подмешивание вот этой ветоши, хлопчатобумажных кусочков, ваты, ну, подобного рода материалов в таком объеме, то есть до пятой части от объема грунта, будет способствовать лучшей аэрации, лучшему сохранению влаги, сохранению азота, будет способствовать образованию кучерявых корней, потому что усилия, которые необходимо сделать корням при пронзании, прорастании кусочков ваты или же ветоши, они, безусловно, гораздо больше, чем если просто оно растет через обыкновенную торфяную почву. Кроме того, эти кусочки становятся настоящим домом для триходермы. Триходерма там поселяется в этих кусочках, сохраняется в этих кусочках, потому что вот эта мертвая целлюлоза, она является для нее хорошим питанием, а почва будет поставщиком минеральных веществ, которые триходерма или другие микробики, которые там поселятся, будет потом отдавать растениям на более поздних стадиях своего развития. При этом этот наполнитель почвы совершенно не обязательно убирать, удалять там и еще как-то. Конечно, функцию сохранения азота в почве также выполняют спитый чай, кофе, ну много о чем мы говорили, а также обогащение почвы азотфиксирующими микроорганизмами. Но как бы там ни было, такой очень комплексный подход может быть сокращен до элементарного внесения в почву источников целлюлозы, которые станут домиком для микроорганизмов, грибов и бактерий, которые ее будут разлагать или просто там будут поселяться на ее огромной поверхности и будут поглощать лишний азот, не давая ему преобразовываться в какие-то недоступные растениям вещества. А кроме того, еще раз повторюсь, корни будут кучерявые. И это очень-очень хорошо. Вы можете делать такие смеси для вашей рассады не только для ранней стадии развития рассады, но также и для любой пикировки, то есть в любую почвенную смесь можете вносить вот эти самые хлопковые отходы, будь то в виде ткани, будь то в виде ваты или подобного рода материалов. Ну и кроме того, вот эти материалы, ткани, хлопчатобумажная вата являются прекрасным дренажом. Вы можете замечательно застелить дренажные отверстия этими отходами вашими домашними тряпочками и таким образом будете способствовать тому, что вот эти дренажные отверстия не будут забиваться и будет хороший воздухообмен и будет отток лишней воды, влаги, не будет застоя воды, что также очень важно для образования кучерявых корней. Что ж, этот способ не стимулирует развитие черных мушек, он стимулирует развитие полезной микрофлоры в почве, он стимулирует кучерявость корней, он дает вам возможность превратить отходы в доходы, дать вторую жизнь, вторую функцию всевозможным хлопчатобумажным отходам, он улучшает воздушно-водный режим почвы и очень хорошо сохраняет избыток минеральных веществ, которые абсолютно не нужны растениям на начальных стадиях развития, в фазе рассады до первой пикировки. Что ж, вооружитесь этим советом, желаю вам успеха, желаю вам прекрасной крепкой рассады. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok